вот так вот кто-то там умер кто-то умер смотрите смотрите скрытый клинок давайте уходите пожалуйста господин подай убирайся вон или я за себя не отвечаю я прошу всего лишь хоть что-нибудь для больной нищенки так успеваю в идее голодная больная выздоровеешь поешь приходи давай я сейчас уже не пойду рядом со ними убивать то подожду когда ты отойдешь давай давай отходи сейчас солдатик пройдет успеваем успеваем вот это работа как тогда в алепе помнишь вот что мне удалось найти на теле одного из людей короля купца похоже это карта где указано как расставлена его охрана наверняка для твоего задания она пригодится будешь еще в дамаске двери моего дома для тебя всегда открыты мир тебе друг мой учит keinen так подслушать это легче ну нам сюда даже руку не подняла тебя захотел бы скопить он бы интересно куда еще как уходите последние партии доставлен хорошо вот так позаботитесь о том чтобы он узнал доставить груз было нелегко это же всего лишь вино человек слаб вере ваши священные книги кое-что сказано по этому поводу оставь их пусть они едят пользуются благами увлекаются чаяниями скоро они узнают все селения которые мы погубили имели известное предписание и что это должно означать не имеет значение займитесь своим делом как скажешь вот смотрит ждет в теории этого по моему должно хватить нравилось чтобы начать поступить к заданию но нет надо прилавки сделать потому что еще сюда заруби его не знаю кто это сделал а кто это сделал тот же кто и медицкой площадке на гаду неизвестным сюда-сюда без проблем же сейчас видишь меня уже нет сейчас такой пейзаж увидим с вами такой пейзаж в жизни такой пейзаж редко увидишь давай еще выше на самый самый верх в бок в бок аккуратно умеют же пейзажи делать даже компьютерщики умеют делать пейзажи красивые сказочного мира хотя снова на реаль этих событиях это якобы действительно существующий город такой какой он был а какого было на самом деле кто его знает никто же не жил в то время поэтому каждого представления свое о городе мелкие козявки такие все а город большой оттуда мы пойдем мочить до на крыльях любви вниз у кого акробофобия сама-то боясь высоты вот как-то кто не объяснит что-то за стену так кирпичи положили что ли незаметно как так получилось но еще разок вот вам и сено а другого сена нету отбиваться 1 минутку другого-то сена нигде нету представляете нету вот так вот такой я молодец так задание информатора блин на самое такое нудное можно не выполнять мы его выполним надо всего лишь разрушить прилавки 3 прилавка где-то почему вот так распихивают еще этот козел выходит погоди минуту альтаир у меня к тебе одна просьба я знаю что ты хочешь убить короля купца но в этом городе полно других ничуть не менее жестоких людей некоторые торговцы стали продавать тухлое мясо им она достается за бесценок а на здоровье покупателям плевать от этого мяса уже умерло несколько детей так дальше нельзя ты можешь положить этому конец могу так чё не там да пошел ты от меня так дороги здесь но да давай напрям а теперь избавься от того чтобы тебя никто не мог преследовать все на а хотя как оси на то убить люди ниже к информатору надо даже всех убил спасибо тебе брат ты спас немало жизней за это я поделюсь с тобой информацией делюсь будет полезной я подслушал разговор двух слух короля купца прямо окон его покоев стоят некие леса наверное это поможет тебе скорее добраться до него это я знаю это по ним я уже провозил когда очищал местность смотрел все идем в бюро бюро теперь у нас есть все сведения которые можно достать быстрее ветра россии за шарматанство интересно что он затеял ты башку свою продай да початил на халду и можно быть таким наш стрелец он оказался не такой уж обалдуй вот она лестница а вот она наше бюро встречаю нас альтаир добро пожаловать чью жизнь ты собираешься забрать и тебе не хворать его имя больно под король купец дамаска самый богатый человек в городе он сам интересно и опасно я завидую тебе альтаир не тому что тебя чуть не убили и лишили титула но я завидую всему остальному кроме того что говорят о тебе остальные убийцы и все же если отбросить неудачи и ненависть то я тебе очень завидую если ты закончил я собрал всю нужную информацию как ты быстр и что же ты узнал все больно квот прогнил до самых потрохов и поэтому все его презирают он крадет деньги выделенные на нужды горожан и тратит их на себя сейчас он устраивает роскошный праздник желает похвастаться богатством когда праздник начнется у охраны и слуг дел будет по горло меня не даже не заметят очень впечатляет друг мой про тебя говорят что ты всегда все портишь но только не я нет я был уверен что ты справишься и вот ты справился бюро в твоем распоряжении до тех пор пока ты не приступишь к работе я уже приступлю к работе перемотка на посылку участок памяти идем смотреть как народ уничтожают он такой еще противный будет вам тоже не понравится его рожа пощадить и убедись хорошо по мордам получилось да у тебя меня толкну падут бешеный землю и тысячи полюбли защищая свой дом трагедия скажите вы но я готов к свободу давайте опа смотрим фонтан откуда будет легко забраться якобы вот отсюда легко забраться до них фига здесь нелегко забраться может где-то другой фонтан имели виду смотрим где-то смотрите девчонки тусуют а вот и уродец пришел добро пожаловать спасибо что посетили меня в этот чудесный вечер прошу ешьте петь и синий девчонки уходят здесь есть все буквально все это пожелает отдыхать будем будем отдыхать думаю что вы довольны вечер конечно он все счастливы видит что вы рады счастье для меня мы переживаем темные дни друзья мои но нам надо находить в себе силы для веселья война угрожает на салах один храбр сражается за то что он верит и каждый из нас должен оказывать ему поддержку лишь ваша хедрость позволяет ему продолжать я предлагаю тост за вас мои друзья затем без кого мы не оказались бы там где мы есть ты знаешь что алкоголь любила получите за это достойную награду какая доброта я не ожидал ее от вас от тех кто так быстро судил меня и так жестоко о не притворяйтесь вы считаете меня глупцом не так думаете я не слышал слов что вы шептали у меня за спиной услышал слышал и не смогу их забыть но не для этого я собрал вас здесь я бы хотел еще кое-что сказать о войне и о вашей роли в ней вы щедро делитесь деньгами знаю что этим вы покупаете тысячи смертей вам даже неизвестно за что мы деремся сохранность святой земли и говорите вы отпор нашим врагам но этим лишь лжете сами себе причины всех страданий страх и ненависть вы боитесь тех кто не таков как вы поэтому вы боитесь и меня виновые пел до страданий жалость терпимость эти слова ничего не значит для вас также как не значит они ничего для захватчиков ворвавшихся в нашу страну в поисках богатства и я говорю хватит я посвятил себя другой цель то-то другой я построю новый мир в котором люди будут мирно жить бок о бок друг с другом ой кому-то негры присовывают жаль что никто из вас не увидите но это те кому негрит не пришел как он сваливает убивать каждого кто пытается сбежать но беги вот посюда об отрублю голову не вернуй умри как не смогу как видишь бегаю я догоню тебя вот так куда из тебя пора саша что получиваю покойся с миром твои слова больше не причинят вреда захотелось так ты крыл деньги у тех кому должен был служить помогал какому-то темному делу хотя можно было и на что ушли деньги скрытым оружием и сразу убить только мое положение мешало ненавидеть меня открыть значит это было лишь месть не месть скорее совесть как я мог финансировать войну во славу того самого бога что называет меня мерзостью в прыщах и жировиках если вы салах от дина то кого же я думаю в свое время ты узнаешь а может быть знаешь и сейчас тогда зачем прятаться и совершать злодеяния знаешь это не сильно отличается от твоей работы забираешь у людей жизни убежденный в том что это пойдет на благо мира малое зло во имя большого добра мы с тобой одинаковы нет у нас нет ничего общего я вижу это в твоих глазах ты сомневаешься тебе не остановить наш новый мир будет построен будет будет без тебя так сваливаем походу это пошли до сваливают аналит блин ну конечно разок если из-за вас переносчик кувшинов хотя мне и флаг то пройдение нужен флаг то мне не нужен могу за ним и не прыгать а вот убейте его а с чего это вы меня решили убить с чего бы это вот что я плохого сделал хорошо что в себе место расчисла по его на помощь на полный на и на и на не верну но только я постарался перед тем как что-либо сделать площадку себе подготовил господа в отличие от вас а там ничего не сделали не дайте мне уйти не дайте мне уйти армия неверных они пошли против воли бога и они заплатят за это вот так нормально неприятности он переживет там еще один флаг и давайте давайте не дайте мне уйти давайте посмотрим прибыли до гаврики ну сеть переполитю здесь его не найти конечно я невидимка ничего себе не надо сам справлюсь не надо мне помощи на крышу на соседнюю улицу пройду по виноградной зайду на обрепосовую и на тенистые улице я поставил в тени папа мимо разбился разбился говорит да и пошел с вас крыши это моя территория здесь нет выйдет кто-то из кустов не что-то и штанов и по полной луной вдруг погонится за мной мы хотим всем и каждого сказать это наша территория здесь нет вот он вот она берет а пустите меня переночевать раз-два телепортируйте не нашли вести о твоем успехе альтаю в городах а больно кода закончена рад слышать это он убил их гостей пришедших к нему в дом отравил ядом оружием трусов обвинил их в разжигании войны и сказал что хотел ее закончить странно впрочем про короля купца всегда говорили что он не в себе может это было просто очередное проявление безумия может быть я не убедил тебя поговори с альму алимом возможно у него есть лучшее объяснение все перемотка на более поздний участок памяти сейчас посмотрим чем старейшего скажет перемотать если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой груз ну рассказывай подойдет аир поговори со мной что это для меня дошла весть о твоем успехе в разных местах благодарен тебе как и вся страна ты приблизил мир избавив города от преступных правителей вот так в этом уверены на людях отражается то какими методами правят вождей уничтожая преступников власти ты лечишь сердца и души простых горожан наши враги не согласились бы о чем ты каждый из тех кого я убивал говорил странные вещи они ни о чем не жалели даже умирая они оставались уверенными в своем успехе думаю что их что-то связывает хотя они не признавали этого есть разница альтаир между той истины о которой говорят это истинный что мы видим большинство людей не замечает этой разницы так проще но в твоей природе замечать задавать вопросы что же объединяет этих людей но как ассасин ты должен подавлять свое любопытство и доверять повелителю ибо истинного мира не бывает беспорядка а для порядка нужна власть вы изъясняетесь загадками сначала говорите я должен замечать потом что не должен как это ты получишь ответ когда тебе не нужно будет задавать вопрос вы ведь вызвали меня не для того чтобы читать лекцию хорошо ты вновь повышен звание и получишь снаряжение давайте еще два правителя ступай и лишь и их власти 2 потом еще тройка будет уходим что получил по ножи балансировка и уклонение получено но и так способность мастерство мяча ну что ж на этом все подписывайтесь на мой канал ставьте лайки оставляйте комментарии увидимся в следующем видео пока